Забывается ли первая любовь? Нет, но она уходит в недоступные пласты времени. Почва уже не колеблется под ногами, словно и было то далекое землетрясение не с тобой, а с кем-то другим. Может ли оно вернуться, вновь ударить по сердцу? Нет, ответят многие. Да, отвечу я. Здравствуйте. Сегодня мы читаем рассказ Игоря Федоровича Смольникова «Первая любовь». Возвращаемся в Куйбышев. Начало 1940-х. «Детьми мы были очень мало. Лишь те года перед войной. Какое время, боже мой. Всей нашей памяти начало». Это было летом 1942 года, когда фашисты рвались к Волге. Город Куйбышев, как и вся страна, жил вестями с фронта. Жил он и другими будничными заботами. Люди ходили в магазины, на рынки, устраивали детей на лето в пионерские лагеря. На один месяц я попал в пионерлагерь под Куйбышевым. Лагерь как лагерь. Ничего особенного. Дощатые домики, длинная столовая, наподобие сарая, но только с окнами. Ни настоящего леса рядом, ни Волги. Ну и выбрали местечко. Думал, я обижаюсь на маму, которая упекла меня в это несуразное место. Но потом я увидел ее. И все сразу изменилось. С той минуты, как я ее впервые увидел, все в этом лагере приобрело для меня красоту и какой-то особый смысл. Я засыпал и просыпался с мыслью об этой девочке, которая ходила в белой блузке и черных трусах с резинками. Эти резинки охватывали ее ноги, и оттого трусы становились похожи на воздушные шарики. Как только я выходил на зарядку, я искал ее глазами, а найдя, успокаивался. Но успокоение проходило быстро, и на целый день мною овладевало тревожное чувство, от которого в груди разливался какой-то холодок. Однажды нас послали за тыквами. Мы шли в совхоз и тащили с собой огромную тележку. Тележка громыхала, я надрывался, и вдруг Лена, ее звали Лена, сказала, а давай повезем ее вместе. Мы шли, везли за собой тележку и говорили обо всем на свете, про наши школы, про учителей, про то, что скоро фашистов погонят от Волги. Мог ли я тогда предполагать, что этот разговор так и останется единственным, и что больше мы никогда не проведем столько времени вместе. Мы разъехались через несколько дней. Я не отважился спросить, где она живет. Она же не посмотрела в мою сторону, когда высаживалась из автобуса. Взяла свой чемодан и пошла по улице с другой девочкой. Я не посмел ни окликнуть ее, ни пойти вслед. Так она и ушла. На целых два года. Два года в жизни мальчишки – это очень много. А если вспомнить, что они выпали на то время, когда на весь мир прогремел Сталинград, а затем летом следующего года – Курская дуга, что все мы жили нашими победами на фронтах Великой Отечественной, когда мы завидовали Москве, в которой вспыхивали праздничные фейерверки и салютовали залпами. Но и в этом водовороте событий и впечатлений я не забыл. Темноглазую девчонку, с которой познакомился в пионерском лагере. За два года мы повзрослели. А повзрослев, начали осложнять себе жизнь новыми заботами. Не самые последние из которых были контакты с женскими школами. Однажды мои приятели, Алик Михайлов и Фима Кнохинов, придумали вечер, на который решили пригласить девочек соседней, а потому, как мы решили самые дружественные нам школы. Не буду описывать этого вечера, который был смешной, нескладный и на самом деле вполне дружественный. Но еще этот вечер был невероятным, потому что я встретил на нем ее, Лену. Я смотрел на нее, не мог к ней подойти. Ноги, меня не слушаюсь. И вот тут ко мне подбежал Фима. А хочешь, познакомлю тебя с классной девчонкой? Он схватил меня за руку и потащил к ней. И вот мы стоим совсем рядом. Я сказал, здравствуй, Лена. И она тоже не своим голосом ответила мне, здравствуй. А Ефим уставился на нас и с преувеличенным изумлением произнес, а вы, оказывается, знакомы? Потом подошел Алик с другой девочкой, подругой Лены. И ребята начали важный разговор о выпуске Стенной газеты. Лена участвовала в этом разговоре мало, а я вообще язык проглотил. Потом вечер закончился, и мы разошлись. Но с него-то, с этого вечера, все и началось. Теперь я знал, что я по-настоящему влюблен. И совершал все, что положено влюбленному. Искал встреч с ней. А когда встречал, как будто бы терял дар речи. Ходил с независимым видом около ее дома. А если при мне заводили о ней разговор, то заливался краской. А в начале мая грянула победа. Весь день мы провели на улице. Там все пели, танцевали, обнимались, отбрасывали военных с медалями и орденами. Днем я и мои дружки оказались на той улице, где жила Лена. Я посмотрел на ее балкон. У них была квартира с балконом на четвертом этаже. И увидел ее. Она стояла, держась за перила, и смотрела на праздничный поток людей. Нас, по-видимому, не замечала. Она была близорука. Я, как сумасшедший, бросился домой и минут через пятнадцать мчался по улице на своем велосипеде, отчаянно нажимая на звонок. Люди шарахались от меня, но никто не ругался. Я мчался к ее балкону. Мне было достаточно того, что я просто промчусь у нее на виду по этой праздничной улице. Я промчался. Но Лена на балконе уже не было. А вскоре я уехал к отцу Болгарию. Когда через полгода я возвращался домой, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. А встретившись, мы даже толком не поговорили. Я все время рабел, а возле нее были подружки. Но вот когда, наконец, все пошли домой, мы остались вдвоем. Вот тут-то мы и могли сказать друг другу самые необходимые слова. Но шли молча, не касаясь друг другу. Я вымучивал какие-то совершенно ненужные фразы, а Лена отвечала мне сквозь зубы. Мне показалось, что она торопит приближение своего дома. Последний квартал она шла уже совсем быстрыми шагами. Возле дома просадила что-то вроде «До свидания» и обдала меня напоследок взглядом своих черных глаз. А на другой день я узнал подкосившую меня новость. За ней улюбались суворовцы. Суворовцы пользовались в городе у девчонок большим авторитетом. Они ходили в черных мундирах с золотыми пуговицами, а на их алых вагонах лежал оцвет недавней победы. Конечно, суворовцы затмевали нас, школьников, что могли противопоставить им мы, одевавшиеся кто во что гораст, и чаще всего совсем неказисто. Когда я увидел Лену среди суворовцев, сердце мое заныло. Я понял, что у меня нет никаких шансов. К тому же Ленина подруга сообщила мне, что среди суворовцев есть один, которому Лена особенно неравнодушна. Что же предпринял я в сложившейся ситуации? А я отыгрывался на том, что встречался с девочками из ее школы. Причем старался встречаться так, чтобы Лена увидела нас несколько раз. Между прочим, я ловил на себе какой-то странный, сумрачный ее взгляд. А как-то мы встретились на лестнице дворца пионеров. Он занимал особняк какого-то волжского богача и был построен в начале века. Я спускался, она поднималась. Я смотрел на ее пробор в каштановых пушистых волосах и на милое, любимое лицо, которое приближалось ко мне, но, как всегда, не предвещало ничего отрадного. Я поздоровался и хотел пройти мимо. Она остановила меня и произнесла неожиданно взволнованным голосом. А ты, оказывается, вот какой. Я думал, а ты ангел? Но ангел оказалось с рожками. Я не знал, что ответить, а она уже шла наверх. И ответа моего вовсе не дожидалась. Прошло 30 лет, но когда мы встретились, я сразу узнал ее. Хотя косу Лены уже не было. Была короткая стрижка и очки. А за стеклами очков, кажется, уже не такие черные, а как будто бы высветленные временем глаза. К удивлению, мы очень непринужденно говорили, вспоминая то, что когда-то было и что сохранила нашу память. Только теперь я смог сказать ей, как же я любил тебя тогда. И вдруг она сказала мне, а ведь я тоже тебя тогда любила. Ты не поверил я? Да, сказала она. А ты был глупый, слепой мальчишка. Помнишь, когда ты вернулся из Болгарии, и мы шли с тобой вместе, у меня просто ноги подкашивались от счастья, что я снова рядом с тобой. А ты ничего этого не видел. А как же суворовцы? А не было никаких суворовцев, сказал Лена. Все это сочинение моей ближайшей подруги, про которую я, к сожалению, очень поздно узнала. Зачем же она это сделала? А ты все такой же глупый, улыбнулась Лена и смотрела на меня грустными, ласковыми глазами. Не позабыть, не воскресить, как облака в реке глубокой, а память режется осокой, и каплем крови не застыть. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова